МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ОВИДНОЕ ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. В Московском региональном социально-экономическом институте вручили дипломы выпускникам и отпраздновали 25-летие со дня образования. У нас очень понимающие, добрые и, самое главное, квалифицированные преподаватели. На улице Школьной города Видное провели плановое благоустройство детских площадок. Вот эти все ремонты на площадках замены элементов, они абсолютно всегда согласовываются с местными жителями. Глава сельского поселения совхоз имени Ленина Елена Добренкова выступила перед местными жителями с отчетом об итогах работы за первое полугодие. В 2019 году на радость нам и нашим жителям проведены работы по замене оконных боков. В детской школе искусств города Видное свой 25-й день рождения отпраздновал Московский региональный социально-экономический институт. Юбилей совпал и с другим значимым мероприятием – вручением дипломов студентам вуза. На двойном празднике побывала наша съемочная группа подробностей в сюжете Арсения Рогозянского. За всю историю существования вуза его выпускниками стали более 8 тысяч человек. Многие из них занимают ответственные должности не только в Ленинском районе, но и по всей России. Для ректора МРСИ Натальи Строжевской это приятная оценка работы института. Мы продолжаем образовывать нашу молодежь и продолжают у нас получать образование люди на ответственных местах, которые работают и в государственном муниципальном управлении, и в различных службах, и в различных отраслях, и экономики, и дизайна, и психологии, ну и так далее. То есть у нас много профильный вуз, мы охватываем всю социально-экономическую жизнь страны. Выпускник института Исмаил Гасимов окончил вуз по экономическому направлению и собирается трудиться по профессии. Юноша вспоминает не только однокашников. Студенческие годы – важный жизненный этап, который он выделяет для себя с особой ценностью. Могу сказать, очень хороший коллектив преподавателей. Сразу видно то, что квалифицированные кадры, хорошие преподаватели, которые не то что идут на уступки, они пытаются донести до себя знания. Помимо юбилея студентов вручили дипломы об окончании института. Для ребят это всегда волнительный момент. За четыре года они привязались к своей альмаматор, которая дала им качественное высшее образование. У нас очень понимающие, добрые и, самое главное, квалифицированные преподаватели. Они действительно знают свое дело, они действительно знают, чему они обучают, они действительно знают, как они обучают, они дают материал очень понятно. И хочется их слушать, хочется понимать, хочется учиться и хочется впитывать в себя знания. Поздравил коллектив сотрудников института с юбилеем заместитель главы администрации Ленинского района Александр Увков. Выразить слова благодарности преподавательскому составу, выразить глубокое уважение, Наталья Яковлевна, вам, как продолжателю идей, создателей этого уникального проекта, я бы сказал. И, конечно же, я прежде всего говорю преподавательскому составу. Честь вам и хвала, товарищи. Выпускники на местах работы будут и дальше прославлять имя вуза, а преподаватели продолжат обучать новых студентов, которые со временем также станут достойными кадрами в социально-экономической сфере. 25 лет для института – это только начало. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На улице Школьной города Видное провели плановое благоустройство детских площадок. Летнему обновлению подверглись резиновые покрытия, а также зеленые насаждения на всей дворовой территории. Анастасия Воронина расскажет подробнее. Качели, горки, песочницы – чего только нет на детских площадках. Даже для любителей спорта здесь поставлены специальные тренажеры, на которых прямо под открытым небом можно позаниматься фитнесом. Все площадки в городе Видное не похожи друг на друга. Каждая обустроена так, чтобы не только самые маленькие жители, но и их родители могли найти себе место для отдыха. Комиссия по ЖКХ, благоустройству и дорожному хозяйству городского поселения тщательно следит за комфортным проживанием видновчан. Безопасность оставляет желать лучшего, поэтому мы тщательно контролируем этот процесс. Ходим, как депутатский корпус, сами изучаем все на местности, даем какие-то рекомендации бюджетным нашим учреждениям, где что в оперативном порядке надо решить. Во второй очереди, это, конечно, комфортная среда, чтобы люди чувствовали себя уверенно, приходили, занимались, общались, встречались. То есть это же такое общественное пространство и для мам, и для детей. Благоустройство Ленинского района находится под особым контролем главы Валерия Венцеля. Ежедневно во всем муниципалитете проводится облагораживание разных дворовых территорий. В этот раз плановые работы состоялись на школьной улице города Видное. Есть площадки 80-х годов, 90-х годов, 2000-х годов. И понятно, что они пользуются большой популярностью у детей различного возраста и постепенно приходят в негодность. Вот чтобы они были красивыми, чтобы они были безопасными, чтобы они были всегда убранными и соответствовали всем необходимым требованиям. На дворовой территории между домами 47 и 49 рабочие скосили траву, спилили сухие деревья и провели замену некоторых участков резинового покрытия. Рабочие заходят по необходимости практически в каждый двор. И где-то что-то ремонтируется, подкрашивается, либо меняются элементы, либо меняется покрытие. Вот эти все ремонты на площадках, замены элементов, они абсолютно всегда согласовываются с местными жителями. Компания «Дорсервис» пообещала, что сделает все возможное для комфортного проживания жителей Ленинского района. И очередь дойдет абсолютно до каждого двора. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжается отчетный период в поселениях Ленинского района. Глава сельского поселения совхоз имени Ленина Елена Добренкова выступила перед местными жителями с отчетом об итогах работы за первое полугодие. На мероприятии также присутствовал заместитель главы Ленинского района Альберт Гравин. Напомним, что начиная с нынешнего года по предложению главы муниципалитета Валерия Венцеля отчеты руководителей поселений района проходят каждые полгода. Своё выступление Елена Добренкова начала с анализа работы в сфере ЖКХ, благоустройства, обеспечения комфортной жизни людей. И здесь глава поселения отметила положительные тенденции. На территории поселка совхоза Миленина обслуживание многоквартирного жилищного фонда осуществляет управляющая компания совхоза Миленина Плюс, которая по рейтингу организации, осуществляющая деятельность в сфере управления многоквартирными домами на территории Московской области, признана лучшей организацией на территории Московской области. С начала года в Подмосковье изменился порядок вывоза и утилизации коммунальных отходов. Глава сельского поселения отчиталась о работе по организации сбора ТКО в соответствии с новыми правилами. 1 июня 2019 года нашим жителям частного сектора появилась возможность заключения индивидуальных договоров с каширским оператором. На контейнерных площадках многоквартирного фонда на настоящее время установлено 55 контейнеров для сбора ТКО и 27 контейнеров для так называемого раздельного сбора мусора. Говоря об образовании, глава поселения отметила высокий уровень педагогических коллективов, работающих в пяти учреждениях. На их базе проводятся различные семинары международного и регионального уровней. Детский сад «Замок детства» является участником Всероссийского конкурса смотра «Лучшие детские сады России-2019». А воспитатель детского сада номер 8 Татьяна Зубова награждена дипломом первой степени в международном тестировании «Мое призвание. Дошкольное образование». Пусть каждый из нас сделает много хорошего, несет свой посильный уклад в развитие поселения, и всем нам станет жить лучше и комфортно. Говоря о культуре и спортивной работе, глава поселения рассказала о мероприятиях, проводимых на территории совхоза имени Ленина, и о том, что спортсмены в разных спортивных дисциплинах неизменно являются победителями соревнований разного уровня. Также Елена Добренкова рассказала о работах, направленных на улучшение комфорта жизни граждан, о ряде проектов по озеленению дворов и капитальному ремонту жилого фонда. В 2019 году на радость нам и нашим жителям проведены работы по замене оконных блоков в местах общего пользования почти во всех домах старого жилого фонда, кроме домов 5 и 10. Эти дома будут заменены позже. Отдельно глава озвучила меры поддержки пенсионеров из социально незащищенных категорий граждан. На территории поселения на обслуживании в социальном центре «Вера» состоит 34 человека, к которым прикреплены 3 социальных работника. Оказывает помощь и руководство поселения. Продолжается предоставление компенсации расходов по установке индивидуальных приборов в учет использования холодной и горячей воды нашим пенсионерам на основании решения Совета депутатов. Кроме того, в первом полугодии 2019 года данную компенсацию, если по установке приборов в учет компенсацию получили 6 наших жителей, то с 1 января мы начали выплату пожилым людям и на приобретение индивидуальных контейнеров для сбора ТКО в частном секторе. Говоря о работе с жалобами и обращениями на портал «Добродел», Елена Добренкова отметила, что многие вопросы и замечания жителей рассматриваются в кратчайшие сроки. Кроме того, проходит активное общение с гражданами в интернете, на сайте администрации поселения и в социальных сетях. Местная власть является одним из инструментов регулирования социально-экономического развития территории общества. Поддержка и понимание придают нам дополнительные силы и желание созидать. Мы готовы то хорошее, что делается, делить на всех, а ответственность за еще нерешенные вопросы брать на себя. По окончании выступления активным гражданам были вручены памятные медали, приуроченные к 90-летию Ленинского района. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Необычный урок провели в Расторгуевской библиотеке для воспитанников летнего лагеря школы номер 6. Ребята познакомились с историей возникновения сразу двух праздников Дня семьи, любви и верности и Дня взятия Бастилии. Узнала много нового и наша съемочная группа. Встречать гостей из школ и летних лагерей для Расторгуевской библиотеки – привычное дело. Летом здесь каждый четверг проходят интересные занятия. Вот и сегодня на необычный урок сюда взглянули воспитанники летнего оздоровительного лагеря «Березка» из школы номер 6. Этот лагерь, мы уже с ним работаем не один год, работаем плодотворно, но в этом году у нас первый раз вторая смена, чему мы очень рады. Ребята решили познакомить с историей возникновения сразу двух праздников – прошедшего недавно Дня семьи, любви и верности и грядущего Дня взятия Бастилии. Руководитель кружка «Учимся игра» Елена Токазова также рассказала школьникам об основных символах Франции. В честь Божьей Матери был построен этот собор. Он строился очень долго. В нем совмещены разные архитектурные стили. Вот это он во время пожара, к сожалению, здесь изображен. И ему 950 лет. Но основной акцент сделали на самый семейный праздник. Ребята узнали историю жизни и любви покровителя семьи врага святых Петра и Февронии. И он с поклоном, хоть ему и было стыдно, но он пошел к Февронии. Как вы думаете, она его прогнала? Нет. А что сделала? Вылечила. Вылечила, конечно. И несмотря ни на что, на разницу их положений, да, все равно Петр на Февронии женился. Поговорили также и о символе этого праздника – ромашке, и значении слова «семья». А затем ребятам предложили на выбор сделать аппликацию из бумаги, либо посмотреть мультфильм. Большинство выбрало мультик, а вот Аня Шаповалова принципиально отправилась делать поделку. Мультик, ты только портишь свое зрение, а сейчас ты можешь сделать какую-нибудь поделку, что-то своими руками. Это будет полезнее, чем какие-то там мультики смотреть. Всем ребятам урок библиотеки очень понравился. Правда, каждому по-своему. Мне понравилось здесь все сегодня. Вот как мы делаем вот такие вот поделочки. Мне понравилось все. Прям очень-очень все понравилось. Мне рассказали про Петра и Февронию, и про Францию, что мне рассказывали, что мы мультик смотрели. Про Париж. Про Париж, так? А что запомнил про Париж? То, что там сгорел Нотердам. Словом, день прошел плодотворно, и ребятам будет, что рассказать о некотором и показать вечером родителям. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова